Вот в чём вопрос. Вопрос кому? Мы не знаем, кому. В этом проблема вся, нашей судьбы. Мы думаем, ребёнку надо отдать или мужу. В какой-то степени. Но в большей степени ты можешь это сделать только тогда, когда ты отдашь тому, кто действительно является объектом любви. Бог является объектом любви. Высшая истина является объектом любви. Как вы хотите его понимать, как Личность, как Высшая Истина, или как Священное Писание, или как Тот, кто живёт в Святом Человеке. Это самое простое понимание Бога. Знаете об этом? Веды говорят, самое простое, как Бога увидеть. Это Тот, кто живёт в святости, в священной книге и в Святом Человеке. Святость видна же. Мы можем видеть Святого Человека, его поступки, поведение. Это и есть проявление Бога, самое близкое к нам. Потому что Он спрятан от нас в этом мире, Он нам не покажется. Почему? Потому что мы недостойны видеть свой объект любви настоящей. Мы не имеем на это права здесь, мы здесь наказаны. Веда объясняет, что этот мир создан для того, чтобы исправительно трудовая колония. Да, трудовая, здесь надо работать, без работы не проживёшь. Но это такое очень для вас может быть жестокое высказание, но это правда. Здесь ведь нет ничего такого, чтобы нам надежды какие-то давало. Мы вот чуть-чуть пожили и помираем потом. Мы оставляем всё, что у нас есть, и куда-то непонятно деваемся. «Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко». А вот оно не может не быть жестоко, потому что оно означает вот это вот старость, смерть. Но на самом деле «прекрасное далёкое» — это не то, что мы думаем. Человек должен победить, уже в этой жизни победить бренность. Можно одним только способом установить честные отношения с близким человеком. И признаки появятся. Первый признак — «Я хочу быть рядом с этим человеком». «Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой». Ну то есть «я хочу быть рядом с этим человеком». Первый признак следующий — «я уважаю этого человека, потому что больше я вижу». И следующий признак называется «верность». Вот когда этот признак появился, у меня к вам вопрос. На этой стадии отношений можно изменить? Ну, кто считает, что можно поднимить? Взять и изменить. Если кто-то считает, тогда у меня к вам другой вопрос. А вы можете себе в жизни изменить? Вот себе? Вы уверены, кто сказал «да» поднимите? А вы себя знаете? Нет. Тогда чего вы так говорите? Вот если бы вы себя знали, что вы душа, что у вас есть, когда вы почувствуете себя как душой, у вас будет огромная вера во что-то. Душа может жить только в вере. Она не может просто так жить, вот в балдеже, как в котором она сложает. Она как бы душа, она в этом не живет. Вот. Она живет в вере, в чем-то возвышенном, понимаете? И когда душа поняла себя, что она вот в этом живет, она этому изменить не может. Она не может себя предать в этом. Она себе не может изменить. Также верность — это отражение божественной любви в отношениях двух людей. Этому невозможно изменить, понимаете? Потому что то, ну как бы, по факту, что ты получишь? Колебательные движения? И из-за этого я предаю вот это самое глубокое чувство, которое я испытываю в своей жизни. Ради этих колебательных движений? Это безумие, просто безумие.